МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто рискнет подкараулить у подъезда трехкратного обладателя чемпионского титула по смешанным единоборствам? Почему перевелись гопники и ослабели пацаны? И кто во дворе хозяин? Самый строгий тренер и самый опытный российский боец в новой серии Бруталити. Выходи, поговори по-мужски. Пошутили и хватит. А теперь серьезно. Родной двор Александра Шлеменко в Омском микрорайоне Московка. Команда Бруталити посетила, конечно же, не ради экспромтового подъезда. Мы уверены, что именно здесь лучшее место для интервью. Здесь я вырос. Вот в этом доме. Это мой подъезд. Вот где мы и находимся. Мой двор. То есть отсюда ты ходил на тренировки и, грубо говоря, начинался твой спортивный путь? Да, на тренировки, детский сад, в школу. Гулял здесь, играл. Все было здесь, в этом дворе. Скажи, когда ты здесь появляешься, тебя узнают здесь? Ну, конечно. Как бы особо и не забывали. Здесь уже меня знают как просто, как парня, который здесь вырос. Все в большей степени. А вот как-то меняется отношение, когда человек вроде как, ну, бегал из подъезда, пацан какой-то, потом бац, и приехал чемпион. Ты замечал такую, скажем, перемену в тех, кто рядом? Или ты для них так и остался своим соседом? Нет, они сейчас, естественно, изменились. Сейчас больше стали ко мне проявлять какое-то внимание, уважение. Говорить, что там видели по телевизору бой, там, поздравлять и так далее. Ну, по-другому, конечно же, все изменилось. Ну, и возраст уже не тот, как бы. И я повзрослел. А в зале, конечно же, мы сегодня расскажем о спортивных буднях. И в трудовой, что называется, обстановке пообщаемся с ребятами из школы Шторм. У вас это, разминка, будет борьба. Если не секрет, как вы тренера называете между собой? Тренер, наставник, батя, Шторм, шлем, там, друг, товарищ, как? Да, Александр Шлеменко, Александр Шлеменко, там. Ну, большинство ребят говорят, что у него Шторм, то есть у него прозвище такое. И все его называют Шторм. Коротко, ясно. Леха, тебе надо больше правой бить. А тебе, Денис, его правой встречать, чтобы он не пропускал. Вот что-то у вас правой вас так бьет. Жестко. Бывало такое, что ты подходишь к подъезду, грубо говоря, здесь скамейка, и на ней сидят мужики пиво пьют. Вот как-то это повлияло на твое, скажем, будущее отношение к проблеме алкоголя? Конечно, повлияло. Здесь не то, чтобы мужики пили пиво. Здесь больше были наркоманы у нас. К сожалению, большинство из них поумирало. Нормальные, сильные были пацаны. А сейчас уже меньше с этим, потому что как-то объясняем и боремся с тем, чтобы не было их. У меня бывает такое, я встречаю на остановке возле подъезда человека, явно неадекватного, явно под наркотиками. Ты что-то говоришь или махнул в бой на него? Раньше говорил, сейчас меньше. Опять же, все зависит от ситуации, смотря, кто это стоит, что ему нужно. Потому что тяжело разговаривать с этим человеком, потому что чаще всего им уже ничего не нужно. Так же, как и с людьми, которые употребляют алкоголь. Ты с ними разговариваешь, ты им пытаешься объяснить. Вроде бы ты пытаешься им помочь, но им особо ничего не нужно. Тяжело, конечно, но, если честно, я не так много вижу людей под наркотиками. Но стараюсь, чтобы, конечно же, такие люди не мешали другим, не мешали более слабым. Потому что мне-то они особо не помешают, а чаще всего, ну вот была ситуация, к примеру, в том дворе, в соседнем. Я шел, и там буквально в 12 часов дня напился один парень, и давай орать людей пугать, ну на всех прохожих кидаться. Ну я его чуть-чуть успокоил. Поехали. Сейчас только я, ты сразу понял? Да, только я на разминку. Долго отпрыгиваешь, по-ярославному побыстрее отводи. Твой совет тем, кто обладает, скажем, техническими возможностями погасить хулигана, но при этом надо сделать так, чтобы он минимизировал потери длини. Лучше особо не гасить его, потому что, как мы видим, да, вроде бы кажется, по печени ударишь, более легкий удар, но тоже бывают разрывы, и люди умирают. Проще всего, конечно же, как говорится, погасить, попытаться задержать, там, заломать руки. Но, опять же, это сложнее в чем? В том, что это занимает большее количество времени. А если есть еще у него товарищ какой-то, то, ну, это сложно, говорю, не получится прям минимизировать. Придется рассчитывать как лотерея, если уж ты вот, если уж ты на это пошел, то это будет как лотерея для тебя. Здесь ноги. Здесь была такая своя какая-то гоп-компания, которая, скажем, прессовала, были агрессоры дворовые в детстве у тебя, с которыми ты опасался встретиться? Ну, я, скажем, не опасался по детству, это не сказать, что прям так, ну, серьезно что-то там было. Ну, конечно, конечно, были. Ну, если вернуться к уличным хулиганам, вот сейчас как ты думаешь, перевелись они или все-таки есть, скажем, такие, да, которые мотивируют более слабых приходить в зал для того, чтобы потом какой-то уличный отпор давать? Ну, мне сложно сказать, кто-то есть. Раньше мы росли, не то чтобы кого-то боялись, просто в другой двор боялись, не то чтобы боялись зайти, лучше было не заходить, потому что это заканчивалось не очень хорошо всегда. То есть чужая территория? Ну, буквально, да, буквально в соседний дом заходишь, там тебя уже встретят. Сейчас такого нет, сейчас намного стало проще ходить, неспокойнее. Пацаны, вот, так само понятие, они изменились? Да, более слабые стали, к сожалению. Раньше и воспитание было жестче намного. Кстати, уличное воспитание и давало такие. Сейчас больше у нас на западный манер становятся люди. Ну, любят, потом, что-то друг по другу собирать, говорить, не отвечать за свои слова. Ну, особо уличных таких-то драк намного стало меньше. Но это не то, что драки, такие потасовки легкие. Зато из этих потасовок, я считаю, вырастали намного сильнее люди. Как бы ты по десятибальной шкале оценил строгость тренера Александра Шлеменко? Ну, естественно, на самом высшем уровне. Потому что Александр, в свою очередь, он строгий. Да я даже не могу сказать, что прям сильно строгий. Просто все ребята, которые занимаются под его руководством, у всех жесткой дисциплины, они очень внимательно слушают Александра, когда он что-то объясняет. Потому что это реально интересно. Достаточно просто его слов «давай», как и еще «заставляй себя». То есть вот когда именно он это говорит, то есть вот у меня реально появляются какие-то силы через «не могу». Приходится терпеть, делать и как можешь, так и делаешь. Вот так вот, когда нету сил. Да все устают как бы. Тут как бы такого не было, что все там прям попадали, лежали. То есть он понимает, он сам просто эти же упражнения делает. Он знает, насколько это тяжело, насколько это сложно. То есть как это переносится. 1 января у нас тренировка. То есть 9 мая мы тренируемся. Для нас как бы не существует праздник. И не существует там каких-то отпусков. Мы постоянно в зале, постоянно держимся в форме. Я не скажу, что он строгий. Во-первых, мы уже взрослые люди. Мы сами знаем, что нам нужно. Здесь он никого не заставляет работать. Но он дает нормальные тренировки, нормальное сознание. Потому что у него очень огромный опыт. За спиной очень много боев. Поэтому он свой опыт нам передает. А все уже от нас зависит. Конечно, на курс-фитах очень строго. Мы должны выполнять результаты. Какие-то курс-фиты на время. Если не укладываются, естественно, получаешь. Ну, морально в основном. А так, в принципе, тренер, я скажу, что очень хороший. И как и психологически подготавливает, и так и физически. Ошибки новичков в спаррингах разберет Андрей Корешков. Александр Шлеменко расскажет, каких журналистов он не любит. И кому от него может влететь на улицы. Смотрите далее. Субтитры сделал DimaTorzok H.P. IP. Город звучит. Улица, двор, подъезд. Зал. Мы продолжаем откровенный разговор с Александром Шлеменко. Побыстрее. Долго уже, долго. Быстрее, давай еще. Сейчас поехали просто. По четыре удара боковые. Четыре удара боковые. Поехал. Где? На ногах. Не замирай на ногах. Давай. Еще быстрее. Минута последняя. У тебя были такие моменты, когда к тебе на улице подходил такого определенного типа человека и говорил братан, дай 10 рублей, там не хватает на проезд, там, или там что-нибудь такое просил. Ну, в детстве было. А сейчас подходит? Сейчас нет. Но, если честно, сейчас я больше подхожу. Конфликты, если возникают у меня на такой почве. Ну, например, кто-то нарушает вот такие вот недавно созданные законы, очень хорошие. То есть, ну, курит в подъезде, распивает там, где в неположенных местах, там, на детских площадках и так далее. Вот с такими людьми больше конфликты возникают. Вот я был свидетелем на такую ситуацию. У меня, говорят, уже на коробках стоит. Сидел наркоман неадекватный на детской качельке. И стояло рядом четыре папаши в 10 метрах от него. И вот, пока я вышел, собственно, как бы, они не делали ничего. Вот такие сцены. Почему инертность такая у тех, кто, в принципе, должен защищать это самое дорогое, да, семья? Ну, во-первых, многие не чувствуют в той же качели, да, что это его двор, его там собственность. И самое главное, вот про что мы сейчас говорили. Многие боятся связаться с этим человеком, потому что, ну, не то чтобы, ну, правда, вот умрет он и все. И тебя обвинят. И вместо того, чтобы воспитывать своих детей, будешь отбывать 6 лет. Из-за какого-то урода. Да, из-за какого-то урода. Просто человек заблудился, я бы не называл так. Пытаться все равно нужно возвращать их к нормальной жизни. Ну да, на данный момент он урод может быть, но из-за него может пострадать целая семья. То есть ты все-таки веришь, что конченых людей не бывает, что можно вернуть каждого, да? Да. Но если мы называем его вообще человеком, тогда да. В большей степени они начинают жить как животные. Пускай это грубо звучит, но опять употребляя наркотики и так далее, и так далее. Это не человек, я не считаю этого человека. Он живет инстинктами своим. А если он возвращается и становится жить разумом, конечно, можно, можно вернуть. Я много таких примеров знаю, возвращения, потому что на моих глазах вот в этом дворе, вот везде были наркоманы, их просто было кучей. Очень многие вернулись. К сожалению, многие умерли, но и так же многие вернулись и живут хорошей жизнью. Даже не матерятся, не сквернословят. И очень хорошие люди, и рожают детей, и здоровых. И последний. Все, иди ногами, пойдем. Но лучше, лучше без этих, без фут. Понял? Все. Что, Никита, будете держать, нет? Если говорить вот про твоих учеников, вот часто приходится слышать, например, про Александра Сарнавского. Многие говорят, там, не только диванные, да, какие-то аналитики, но и, скажем, люди около спорта. Вот не мешало бы ему сменить лагерь, потому что он все-таки прикипел к тебе, и, возможно, он какого-то что-то нового не видит. Вот как ты относишься, если вдруг вот кто-то из твоих учеников скажет, слушай, ну, я вот хочу попробовать сменить там лагерь, позаниматься, потому что чувствую, что я там в чем-то, допустим, стал консервативным. Я уверен, не скажет. Ну, это я уверен. Можно у них спросить. А вообще, кто так говорит? Знаешь, как Сталин о чем говорил? Он либо враг, либо дурак. Вот и вот тут нужно определиться. Скорее всего, он враг, который хочет Александру или какому-нибудь еще человеку, который рядом, да, там, со мной, или даже не так я скажу. Это сила, это дружба. Чаще всего завидуют люди дружбе и силе. И что они пытаются? Предпринять такие попытки, чтобы этого не было. Вот и все. А насчет этого я никого никогда не держал и не держу. Пожалуйста, без проблем. Но я не уверен, что мои ученики это сделают, потому что они видят, во-первых, отношение к себе и то, что в их жизни произошло с приходом в нее меня. Первым моим тренером был Сборовский Владимир Анатольевич, когда мы занимались в Сатурн-Профи, да. В 2006 году Александр пришел к нам в зал, готовился к своему бою. И так мы познакомились с Александром. Александр готовился, мы за ним наблюдали, смотрели. Потом мы Александру начали помогать, он начал нам помогать. Вообще Александр изменил мою жизнь в том плане, что он привел меня в профессиональный спорт. Он мне дал эту дорогу, он сказал, что у тебя получится. Я Александру верил, доверял. То есть я очень рад, что жизнь меня свела именно с ним. Александр много подсказывает по жизни, не только именно в зале, в спорте и еще что-то. Получается, он в зале как второй отец для нас. А наш зал, наша школа «Шторм» – это второй дом. То есть мы приходим сюда как домой. Вспомни себя до того, как ты пришел к Александру Шлеменко и каким ты стал. То есть как это в двух словах можно объяснить? Что в твоей жизни произошло с тобой? Ну, результат уже виден. Потому что я стал чемпионом М1 в среднем весе. Сейчас у меня защита титула. Естественно, надо будет доказывать этим, потому что, как он говорит, то, что ты выиграл титул, ты еще не являешься чемпионом, надо его защитить. Здесь уже будет ясно и понятно после моей защиты. Уровень, конечно, подрос. До этого я занимался разными видами спорта. Армейский рукопашный бой, тайским боксом, дзюдо занимался. Чтобы совместить это вместе все и выступать в смешанном единоборстве, мне не хватало опыта. Естественно, я приехал сюда в Омск. Александра одобрил. Дал возможность мне потренироваться. Попробовать выступить на соревнованиях. Все пошло удачно. И благодаря ему, уже как два года я у него занимаюсь, результат растет. Семья должна быть одна на всю жизнь. И у меня эта семья есть, и я ее никогда не поменяю. Не замахивайся сразу. Расслабься. Напряжен весь. И-и-и. Руки, конечно, мне не очень нравятся, как держишь. Да, лучше так. Попадаются такие журналисты, которые мне говорят, что им, причем человек, ни разу даже не стоял в спаррингах просто тренировочных. И он мне говорит, что ему виднее. Вот, кстати, такие, может, и собираются, что там кому-то лагерь сменить, кому-то еще там что-то. Ну, ты понимаешь, ну, как он может быть виднее со стороны, что мне делать профессиональному спортсмену с профессиональными боями. Я уж не молчу, ой, не говорю, сколько у меня любительских боев. Человеку, который вообще, по сути, не был в зале даже. Давай двуя боковых пробьем. Вот, еще поречь. Два боковых получше, но постоянно опускаешь руку. Распространенная ошибка новичков в бою – это когда, к примеру, я начинаю какое-то действие, и мой соперник в ответ, не зная, что делать, делает то же самое. К примеру, будь это удар ногой, неважно, лоу-кик, либо хай-кик, да, он отвечает точно так же. Или чаще всего именно передний джеб, левый джеб. И мы разберем, как правильно бить джеб и как правильно на ошибку новичка сыграть и сделать контр-пад. То есть, ну, сама ошибка какая. К примеру, я бросаю, он, неважно, защитился, защитился и отвечает мне в ответ. Раз, раз. То есть, это и есть своего рода ошибка. Как под эту ошибочку можно сыграть? То есть, спектр очень большой. Можно либо уклониться, либо пройти в ноги. То есть, к примеру, раз, уйти, обязательно сделать уклон. Здесь уже либо ударить снизу, либо ударить сбоку, либо пройти в ноги. Давайте каждый момент еще раз покажу. То есть, в принципе, вот такой. Это очень распространенно, особенно у бойцов начинающих, которые очень сильно нервничают, волнуются и немножко взбивают из своего плана действий, либо просто у них очень мало опыта. То есть, они начинают вначале немножко копировать своего соперника и делать вот такие ошибки. На первые действия, отвечать теми же самыми ударами. Вот так. Простейший совет какой-то. Как, скажем, расслабиться, да? Самое главное, это правильный психологический настрой и знать четкий план своих действий. К примеру, узнать то, за счет чего вы хотите выиграть. И то, что вам нужно сделать, это самое простое. Атака навстречу, с какой ноги эффективнее ударить, покажет Александр Шлеменко. И признается, что о нем думали соседи по двору в заключительной части программы. РАДИО СИБИРЬ СЛУШАЙ СЕБЯ Один день с Александром Шлеменко. Родной двор, родной зал. Советы самого строгого тренера и опытного бойца. Переноси вес. Вес остается на задней ноге. Переноси, будет жестче. Еще. Вот сейчас жестче, но не переносишь. Сейчас, как я из моих наблюдений, спорт очень повзрослел. То есть молодежь, она очень слабая. Молодежь слабая, она не, как сказать, она не соответствует тому уровню, может, силы и так далее. И поэтому ветераны, они не то чтобы даже остаются из-за того, что да, им там некуда деваться. Или потому что они чувствуют, что человек 40 лет спокойно может соперничать с 20-летним. У него хватает сил. Поэтому это сейчас такое просто происходит. Не то чтобы даже деградация. Ну, можно назвать и деградация просто людей. Они становятся более слабыми. И последний раз. И закончим. Все. Нормально? Я думаю, или что? Или мы полный 25? Не, ну вот смотри. Если честно, мне не нравится. Ты неподвижный. Ты работаешь, как груша. Пока. Я получил, но когда бью, я не успел отойти. А потому что ты не двигаешься, понимаешь? Потому что ты даже бьешь, у тебя нет этих. Тебе надо приучиться спокойно. Вот смотри, вот я хочу ударить. Видишь? Вот вас пообрати на ноги внимание. Видишь? Я перемещаюсь. Ты, я не спорю. Ты даже бьешь, смотри. Встал. Теперь я буду бить. А если я чуть-чуть сделаю шаг в сторону, ты оп, у тебя происходит ступор. И бьешь на месте. Я просто делаю шаг, ты в меня уже не дотягиваешься. Потому что ты не двигаешься. Нужно привыкнуть двигаться. Понимаешь? Это более даже важно, чем просто колотить. У многих ошибка, они бьют по лапам. Если я сейчас буду тебя просто держать, да, мы нормально с тобой можем. Я еще буду накидывать, ты будешь красиво бить. Я буду, где ты не справляешься, я буду зарабатывать. Это многие на это ловятся. Но это не очень эффективно в спарринге. Согласись? Сейчас хотелось разобрать удар с разворота ногой. Я его наношу из стойки, преимущественно, как левша работаю. В левше. Почему, опять же? Потому что я этот удар бью правой ногой. В большей степени правой ногой я бью удары. Левые я их не очень люблю бить. Вернее, с разворота, да, если. Потому что если с разворота бить левый, он прилетает в правую сторону. С правой стороны человеку очень тяжело пробить. Нужно бить так, чтобы ломать ему ребра там и так далее. А печень очень легко пробивается. Поэтому в большей степени, если с разворота удары, я стараюсь их бить именно правой ногой. Но так как я стою в левше, и она у меня спереди, то для этого мне нужно выполнить еще разворот. Чаще всего это тоже своего рода неплохо. Почему? Потому что хоть удары более длинные, хоть и более медленные, но при этом человек все равно не знает, что от тебя ждать. Может быть, ты с разворота ударишь. Может быть, ты с ноги ударишь. Может быть, ты с руки ударишь. Может быть, ты вообще ничего не будешь делать. Получается, как он выполняется? Сначала вы делаете разворот на смену стойки, и потом удар с разворота. Еще раз. Делаю разворот. Вернее, выставляю левую ногу вперед. Меняю стойку, получается. Быстро сразу же делаю разворот и бью. И наношу удар справа. Еще раз. Конечно, я и так тоже бью. Так это будет намного быстрее. Тут не надо ничего менять. Оно уже само по себе залетает. Но, опять же, если бить, как я сейчас показал, они более, больше встречные удары. А и со сменой стойки этот удар очень хорошо подходит, как просто атакующее действие. Потому что, как правило, его выполнить нужно с более длинной дистанции. Потому что, если его бить с короткой дистанции, все, я уперся, у меня нет разворота. А с более длинной я ничем не рискую, спокойно подхожу. И, получается, скручиваю. Ну, как правило, такой удар больше подходит для людей, которые работают в левше. Я в детстве рос, знаешь, меня тут бабки считали таким вообще нарком, всяким этим. На ногах, хотя я не пил ничего. У самих детей. Я вот просто помню, я по сану приеду, у меня синяки жесткие были. И у всех вот с этим ассоциация возникала. Или вот иду, из лифта, помню, выхожу. И что-то вот так, коп, споткнулся. И говорит, идиотина там, заят, типа такой же, говорит. Даже два шага сделать не может. Я вообще в шоке. Смотрите в седьмой серии нового сезона Бруталити. Попутного ветра. Какой экзамен добровольно сдают многие потомки викингов? Бей правой, как уничтожить соперника водородной бомбой в стиле Дэна Хендерсона. Покажет профессиональный боец смешанного стиля единоборств Томас Кнутсон. Заключительная часть рассказа о датской брутальности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА